Ни одна встреча за круглым столом с друзьями не обходится без воспоминаний о войне. Галина Павловна неделю проработала рентген-лаборантом и была призвана бойцом противовоздушной обороны. Это значит, нужно было дежурить на крышах медицинских учреждений, которые подвергались массированным бомбардировкам. И вот стоишь на этой крыше, и летят самолеты, и бросает бомбы зажигательные, вот как горох, сыплет их, и все. И нужно было, если бомба упала, она сразу крышу просверливает, и значит, ей нужно взорваться и пожар сделать. Нельзя было этого допустить. И мы чем могли, чем хватали, избрасывали на землю. С детства Галина Павловна любила петь. Занималась в ансамбле песни и пляски, руководил которым Исаак Дунаевский. Но в годы блокады, признается Стефанюк, в голоде и холоде не было сил петь, разве что только по просьбе раненых бойцов. Но выпавшие на долю испытания не лишили ее таланта. В свои 92 ветеран радует голосом как своих близких друзей, так и гостей Дома культуры Айлита на Бытхе. Давайте припомним подруги, военные годы и юни, как пуля друзей отнимала, а нас обошла не на баба. Вот такой творческий союз сложился в санатории «Красный штурм». Туда в послевоенные годы на работу в медицинскую службу была приглашена Галина Павловна, а Георгий Павлович Гордиенко с 54-го года работал руководителем художественной самодеятельности. С тех пор вместе выступают, раньше чаще перед гостями здравницы, сейчас практически везде, куда приглашают. Аккордеон, еще один друг артистов, немецкий трофей, несмотря на свой солидный возраст музыкальному инструменту 80 лет, в ремонте не нуждается. Здесь, в этих стенах лекарь, только песня и всегда песня. Только раз, в холодный сервече, мне так хочется любить. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.